Озеленение населенных пунктов, трудоустройство, строительство дорог и земельные споры. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей на этой неделе провел прием граждан. Накануне разговора с населением специалисты озвучили статистику. С начала года в облсполком поступило 3376 обращений, на 1% больше, чем было в прошлом году. На данный момент положительно решены 7% вопросов, 22% находятся на контроле. Прием еще раз подтвердил, далеко не все обращения можно решить в пользу заявителя, особенно если человек требует принять решение в обход закона. Со своими вопросами к главе региона пришли 9 человек – жители областного центра Гомельского, Лоевского и Мозрецкого районов. В Беларуси отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции. В Гомеле к этому событию приурочили митинг, который прошел на площади Ленина. Сегодня существуют различные точки зрения на события 1917 года и их влияние на ход мировой истории. Этой теме посвящены сотни научных исследований, проводимых во многих странах. В частности, Октябрьская революция позволила впервые создать белорусское государство, реализовать право народа на самоопределение, развитие культуры. Как отмечается в поздравлении Гомельского болсполкома и областного совета депутатов, Благодаря тем историческим преобразованиям, республика сформировала собственный политический, экономический и интеллектуальный потенциал, стала на путь общественного прогресса. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее, идем собственным путем развития, все блага создаем своими руками, умом и талантом во имя Беларуси и для ее процветания. В Брагинском районе появится порт с выходом в Черное море. Первая очередь строительства должна начаться уже в этом году. Международный логистический центр появится рядом с деревней Нижней Жары. Территория займет около 400 гектаров. Таким образом, Беларусь сможет перевозить под Днепру нефтепродукты, лес, строительные материалы и металл, когда откроется Петриковский горно-обогатительный комбинат и еще и калийные удобрения. Согласно проекту, свой путь сюда будут завершать в Херсоне. Затем через Черное море товары можно будет доставлять в Европу, Азию и Африку.